101 год назад, 5 августа, на одном из перекрестков американского города Клинлинд появился первый в мире прибор для регулирования дорожного движения. Он переключался с красного на зеленый свет и издавал предупреждающий звуковой сигнал. Внешний вид первого светофора существенно отличался от нынешнего и управлялся вручную. Шло время, и светофоры модернизировались. Их количество увеличивалось, да и технические характеристики улучшались. Светофоры бывают для водителей и пешеходов. И если взрослый человек знает, как им пользоваться, то дети зачастую нет. Поэтому в день рождения светофора сотрудники госавтоинспекции посетили детский сад «Радуга», который в летний период работает как лагерь, и рассказали детям о пользе светофоров. Это первая такая у нас была акция, когда мы взяли с собой вот такой вот макет светофора, где можно ребенку пожать руку светофора, пожелать ему всего хорошего и как бы почувствовать себя на дне рождения. Ребята с удовольствием это делали, а я так понимаю, что и с удовольствием получали подарки от светофора. Оригинальная идея сотрудников ГАИ детям понравилась. Они с удовольствием играли со светофором, поздравляли его с днем рождения и учили правила дорожного движения, которые могут пригодиться каждому пешеходу. Правила дорожного движения – это как целая наука. Их надо знать, повторять, так как правила дорожного движения учит нас быть осторожными на дороге. Нельзя переходить дорогу, когда нет зеленого человечка. Нельзя ездить по пешеходному переходу на самокате или на велосипеде. Нужно срезать с велосипеда или самоката и везти их рядом с собой. И держать за руку родителей. Вот так, с багажом знаний о том, как правильно вести себя на проезжей части и подаренными сотрудниками ГАИ фликерами, ребята с тройными рядами проследовали на экскурсию. Юлия Погосяна, Евгений Петров, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.